привет друзья это истинный следователь и хочу рассказать про маленькие компьютеры на топ и называют как еще называть платформы для мини пока ну маленький компьютер на топ на топ так на то будем называть вон столкнулся я с такой проблемой что производительность маленькая даже для мы такого маленького компьютера и расскажу почему так происходит во-первых процессоры просто никакущие если например а там вот здесь 2550 по моему он вообще ничего не может даже видео 1080 не тянет это странно телефоны за 1000 рублей тянут это видео ну так что рассчитывайте что это не полноценные процессора просто хламина какая-то ну и вот такой вот на топ например он стоит там около 50 тысяч конечно можно купить за 30 тысяч рублей там там наверно будет пошустрее но мало данная думаю кто покупает дорогие в основном такие вот и еще у меня был перед этим тоже я по моему снимал обзор факскон там все то же самое греется и очень медленно работает даже со своих там офисных повседневных задач то есть процессоры никакущие это не те версии как они называются например там i3 5 это специальные мобильные версии которые дофига выделяют тепла около от 10 20 20 около 10 20 ватт который плохо отводится и медленно работают и еще есть такая интересная особенность чипсет сама платка материнская параметры снижает всех устройств сетевая карта не дает 100 мегабит хотя здесь гигабитная но подключение 100 мегабит подключение плавает от 50 до 90 мегабит чем это связано это с перегревом и вообще с такой работой нестабильный хотя устройство в порядке то же самое было и фукс кона этого 330 просто рассчитывать даже если проводом подключите сигнал нет не доходит даже вот до подключения 100 мегабит а 100 мегабит она есть никто не другом месте ничего не грузит просто вот такая чипсет такой так работает коря у нее дает полные данные рассчитывайте на это и еще вот устройство huawei 151 к одному был компьютеру подключен он дает у меня 5 гигерцовой сети подключение 100 мегабит и он дает около 95 мегабит скорость туда-сюда на тесте вполне нормально и скорость 95 по проводу также она и есть когда я вставляю в на топ вот сюда в usb 20 или 30 скорость от 30 до 50 мегабит то же самое оборудование то же самое место брал удлинитель в то же самое место ставил 30 50 мегабит то есть занижает в три в два раза в этом виноват опять же само устройство все здесь в порядке нормальный стоит windows только что поставлены 81 нормальные все драйвера просто на топ и рассчитывайте они не выдают заявленные характеристики что очень плохо на самом деле потому что надо вот сеть например подрубить не хочешь проводком и хочет соточку мегабит хотя бы чтобы была с интернетом нет ее не будет будет здесь роутер в метре в двух через стенку 15 сантиметров скорость 30 50 около ну 30 будем 30 мегабит туда-сюда это достаточно для видео на самом деле вы можете отойти еще дальше и будет фиговий это крайне недопустимо и это производитель великий asus делает также и встроенные замедленно работает и встроенный этот вайфай модуль тоже он как-то корявенько работает чуть мне кажется немножко скорость медленней чем надо хотя в ноутбук я тоже переставлял там было примерно то же самое пока что лучше модуля у меня нету вайфай для тестирования и подключен он просто кабеля на этом все вот устройство видео но в стационарном компьютере работает как нужно в этом я не буду подключать поверьте несколько раз тестировал 30 50 мегабит вот такая дегра инженерия вот китайцев американцев пока ребята